Моё сообщение посвящено терапии множественной миеломы и нашу некоторому опыту в терапии рецидивов резистентных форм. Важно отметить, что количество больных с множественной миеломой постоянно увеличивается, и, как мы видим, зелёные кривые. По данным Московского регистра, зелёные столбики, количество пациентов, которые живы, оно потихоньку-потихоньку увеличивается год от года, и наша цель, как мы все её хорошо знаем, это достигнуть 50-процентной 10-летней общей выживаемости. Я напомню, с чего мы начали. Это мы начали с трёхлетней общей выживаемости, идеально в 3 года. Как и ожидается, большинство пациентов в качестве первой линии терапии у нас получают бортозамиб, содержащие режимы. И сегодня мы знаем, что у нас есть целый россыпь новых препаратов. И важной особенностью, конечно, является то, что бортозамиба своя токсичность, у карфилзамиба своя токсичность. Конечно, она в первую очередь связана с тем, что они являются ингибиторами протонной помпы, и, соответственно, у нас есть некоторые сердечные осложнения, связанные с применением этих препаратов, помимо полинаэропатии и всего большого букета осложнений. Эксозамид – это осложнения свои. Реблемид – это и гематологическая токсичность, и различные кожные реакции. Помолидомид – это, конечно, в первую очередь гематологическая токсичность. Такие препараты, как панабиностат, можно сказать, что они умерли, не родившись, из-за токсичности в первую очередь. Это препарат с очень ограниченным спектром действия, опять же, из-за токсичности. А классическая химиотерапия, ну, мы вынуждены признать, что она, в общем, умерла. Вот нет ни циклофосфана, ни мелфолана в маленьких дозах и так далее. Единственное, где классическая химиотерапия не умерла, это аутологическая трансплантация половых кровотворных клеток. Поэтому все пентапустины и так далее, все, мы с ними прощаемся. Но что важно, у нас появился некий новый спектр препаратов, довольно безопасных, которые, и это антитела, которые мы можем применять в любой группе пациентов. Раньше мы себя отделили фит, анфит и так далее. Наших пациентов в зависимости от этого выстраивали схемы терапии и использовали, допустим, когда наши возрастные группы, допустим, избегали триплетов, тройных комбинаций в пользу дуплетов именно из-за токсичности. Вот моноклональные антитела – это история как раз, где нет токсичности вообще никакой. И это очень-очень важно. Ну, справлюсь ради сказать, надо отметить, что она есть минимальная, и в основном, основная токсичность – это первое введение, это инфузионные реакции. Это очень-очень важно. Мы движемся потихоньку к накоплению большого количества больных с двойной рефракторностью, то есть которая прогрессирует на фоне терапии вилькейдом, дротом, кафилзамидом и ревлимидом. И эти пациенты нуждаются в назначении принципиально новых препаратов, ранее не использовавшихся раньше, а желательно новых классов препаратов. В то время как, если у нас произошел условно поздний, через 6, а лучше через год, рецидив после ранее использованной терапии, мы можем вернуться. Понятно, что не будет так эффективно, но можем вернуться. И условные новые препараты, их можно подразделить, это иммуномодуляторы следующего поколения, это помолидомид, мы ждем приход новых иммуномодуляторов. Но помолидомид – это 30% ответов, продолжительность ответов 4 месяца. Субтитивно выживаемся 4 месяца, продолжительность ответов побольше, конечно. Но, скажем так, цифры, мягко говоря, скромные сами по себе. А моноклональные антитела, антиси-38 антитела в монорежиме – это уже другая история, там все немного лучше, там бессобытийная выживаемость для всей группы 4 месяца, но общая выживаемость существенно выросла. У тех пациентов, у кого мы использовали антиси-38 препараты, в клинических исследованиях это 20,5 месяцев. Вот интересно то, что посчитали наших пациентов, которые получали дару Тумумам, преимущественно это были мужчины, из реальной клинической практики. Конечно, большинство из них было с секрецией ТДЖИ, медиана числа линий 3, терапию мортозамидом получали 100% у больных, и терапию ревлимидом – 92,5% больных, и каждому пятому больному выполнялась аутосплантация. Это и есть такая вот реальная рутинная клиническая практика. Вот общий ответ во всей группе составил так же, как в клиническом исследовании – 28%. Частота очень хороших частичных ремиссий – 11%. Вот что интересно, у нас полностью совпала медиана общей выживаемости. С этим выживаемостью примерно то же самое. 5 месяцев у нас было, в регистрационном исследовании – 4 месяца. А вот общая выживаемость, мы увидели, действительно, мы это чувствовали, а теперь увидели. При использовании новых препаратов наша рутинная практика очень-очень близко приблизилась к результатам клинических исследований. То, чего не было при использовании, скажем так, классической, высокобозной, там, интенсивной химиотерапии, где все зависело, конечно, от очень мощной сортировки больных и очень зависело от условий, в которых эти пациенты лечатся. Но мы не можем, к сожалению, отодвигать назначение эффективных препаратов бесконечно потом, потому что в каждой последующей линии терапии подбирается все меньше и меньше пациентов, они гибнут на более ранних этапах. Каждая последующая линия терапии, она по продолжительности и несобъективной выживаемости, вот, знаете, третья линия – 6 месяцев всего, общая выживаемость – год. Мы говорим о таких маленьких цифрах. И на данном графике представлена чрезвычайно быстро убывающая популяция пациентов к каждой следующей линии терапии. Поэтому работа идет на всех фронтах – первая, вторая и третья линия терапии. И сегодня было проведено клиническое исследование, и к сегодняшню зарегистрирована новая комбинация из-за пупсипапа, амолидамидекситазон, из-за пупсипапа – это антидепрессивный препарат, мы участвовали в регистрационном исследовании. Амолидамид – давно нам известный препарат, который считается и является заслуженно некой удобной подложкой, но сама двойная комбинация, как я уже сказал ранее, дает не очень хорошие результаты. Конечно, всегда хочется что-то в нее... ...пациентов, каждый рукав терапии. И, конечно, это чуть-чуть отличается от реальной практики, потому что мы видим, что количество аутотрансплантаций в больных, включенных в это исследование, уже 50. В реальности есть практики, их должно быть где-то около 30, если говорить откровенно. И были получены статистическое достоверное улучшение бессобытийной выживаемости с 6,5 до 11,5 месяцев. И мы видим, что тревые расходятся практически сразу же. Важно, что эффект был получен во всех группах терапии, вне зависимости от возраста, вне зависимости от риска. Везде добавление из-за пупсипапа играло положительную роль. И отношение рисков смещено в пользу из-за пупсипапа. Почему? Высшая частота общих ответов с 35 до 60%. Глубина ответов выше. Нежелательные явления. Да, они чуть повыше в группе из-за пупсипапа. В первую очередь надо понимать, что это инфузионные реакции добавили. Инфузионные реакции развиваются, как правило, на первом введении, но да, это 40%. Что важно для нас, это экстрамедулярные очаги. Мы уже привыкли, что это плохая история, наличие экстрамедулярного поражения или вот таких вот очагов, которые и связаны с костюмом, растут за ее пределы. И мы привыкли, что если что-то и работает, то помоледомит скорее. Ну, так вот, из-за пупсипапа эта история стала лучше. Стота ответов выше существенного, там, с 10 до 50%. И тут представлено уменьшение вот этого образования ребра существенное в своих размерах. Поэтому, конечно, это очень-очень важная и заманчивая опция. Это наш опыт. У нас было 5 пациентов, включенных в конкретные исследования. Всего из-за пупсипапа у нас получало, наверное, человек 15 в разных клинических исследованиях. Поэтому некий опыт управления инфузионными реакциями и так далее у нас имеется. Пятая пациентка, она получала монотерапию, ой, не монотерапию, помоледомидексаметазон, а четверо других пациентов получали комбинацию изополдексаметазон. Важно. И здесь я продемонстрировал ответы. Хотелось бы обратить внимание на второго пациента, которому проводилась терапия изополдекс изначально. Он довольно тяжело и много болел различными гемонией, еще и до включения в клиническое исследование. И на какой-то момент из-за рецидивирующих инфекционных осложнений мы вынуждены были убрать дексаметазон. И потом после очередной инфекции, пневмонии, вентиляции легких и так далее, мы вынуждены были исключить его из клинического исследования. Слишком большой интервал был. Но он не прогрессировал. И мы оставили монотерапию, но уже другим моноклональным антицидивирующим. Здесь как раз история важна в том, что даже если вам приходится из-за токсичности отменять либо дексаметазон, либо помоледомид, не надо прерывать всю терапию, надо оставлять антициди-38 препарат. Потому что мы не натолкнулись сейчас на какие-то серьезные инфекционные осложнения, связанные с использованием антициди-38 антител. И мы понимаем, что они сами по себе, то, с чего я начал, они сами по себе в монотерапии эффективно. Да, они вау-вау-вау. Но это лучше, чем просто остановить терапию. А мы знаем, что множественная мелома – это не диффузная Б-крупная клетчая лимфома. Ее надо постоянно, методично, чем-то давить. Итак, клинический случай. Это тучная крупная женщина, 46-го года рождения, в возрасте 66 лет. Ей был предположен сначала диагноз первый симптом множественной меломы. И в 2014 году она начала обследоваться по этому поводу. Был установлен диагноз множественной меломы, который не вызывает сомнений. А лямбда, была секреция, остеодеструкции выявлено не было, было повышение концентрации ЛДГ, значительное увеличение патоматических клеток, 30%. Диагноз, как я уже сказал, не вызывал сомнений. Но, что очень важно, пациентка имела довольно большое количество различных сопутствующих технологий, три строчки. Все вокруг сердца. Мерцание, немерцание предсердий, ишемическая болезнь сердца, ну и уже так, хронический гастрит. Не так важно. А сахарный диабет важен. То есть пациентка имела комплекс метаболический синдром оживления, почечная недостаточность, сердечная недостаточность. Ну, это нормальная, рутинная практика. Мы имеем таких пациентов, у нас их много. Мы городская клиническая больница. Пациентке в 2014 году была начата терапии стандартная. А что еще начнешь в 2014 году? ВЦД. Восемь курсов. Достигнут полный ответ. Поддерживаешь терапию абортозамидом. Все в свете тенденций. Все соблюдалось. И в мае 2016 года у нее развивается иммуно-химический рецепив. Время для прогрессирования до следующей рецепты терапии 21 месяц. Это очень близко к средним значениям. Мы знаем, что в среднем это где-то 18 месяцев. Мечта. Вторая линия терапии. Как я уже в самом начале сказал, что если был длинный перерыв, то мы можем вернуться к тем же препаратам. И это абортозамид в комбинации полфалан и дексаметазон. Но ответа существенного не было. Время для прогрессии составило 4 месяца. И была начата терапия также стандартным. Ревлюмидом и дексаметазоном. Однако тоже, в общем, ответа реально существенно не было. Продолжительность ответа составила 4 месяца. То есть 4, 4 и 21. Примерно 30 месяцев от начала лечения. Вот с этими входящими данными, отвечая именно как раз критериям с двойной рефракторностью, рефракторностью к бортозамиду, рефракторностью к ревлюмиду, пациентка подошла к началу клинического исследования. Мы ей предложили участие. Она согласилась. Она была рандомизирована в группу с изотексимабом. На момент начала было 12 грамм парапротеина в моче и белок Джонса около грамма. План штат 4-я линия. Терапия в полных дозах. Надо отметить, что ответ развивался постепенно. И частичная ремиссия была достигнута только реально вот уже к 9-му циклу терапии. Не было признаков прогрессии, а мы, как знаем, если нет признаков прогрессии, то, конечно, мы должны продолжать нашу терапию. И вот в этом состоянии она находилась довольно долгое время. Что важно, в этот момент у нее были эпизоды нарушения ритма, были инфекционные осложнения, была декомпенсация какая-то условно-сердечной деятельности. И мы всеми этими вещами занимались. В какой-то момент надо было отменить дексиментазм, в какой-то момент надо было отменить помолитамид. Но мы продолжали терапию антиби-38 антитилами, ну, потому что если пациентка теряет эту вид терапии, то, в общем, мы понимаем, что это не очень хорошая история. И суть моего доклада здесь сводится к тому, что не спешим полностью отменять всю терапию, особенно если мы используем моноклональные антитила, потому что сами по себе они довольно безопасны с точки зрения токсичности. Длительность ответа составила в целом 29 циклов, 32 цикла терапии, 29 месяцев. Потихоньку начал подрастать парапатриин, несколько исследований, подтвердивших прогрессию, и суммарно это 32 цикла терапии, 29 месяцев. Да, конечно, это один из крайних примеров, в среднем, как я уже сказал, там около 12 месяцев продолжительность ответа. Но вот именно я как раз хотел подчеркнуть, что стоит терапию продолжать, во что бы не стало, например, моноклональными антитилами, даже если мы сталкиваемся с токсичностью. А помоледомид это токсичный препарат. У нас не распространены дозы низкие, 3 мг, 2,1, в отличие от Европы и США, но в целом частота снижения доз помоледомида, она довольно высокая. Спасибо большое за внимание. Спасибо большое за внимание. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!